Уральские дети с ограниченными возможностями вступили в борьбу за право участвовать в специальной Олимпиаде 2013 года в Сеуле. Готовить будущих спортсменов полгода назад начали профессиональные фигуристы, и сегодня дети показали первые достижения. Вместе с судьями их оценивала Евгения Теленная. Андрей встал на коньки всего 4 месяца назад. Ему даются еще не все элементы, но мальчик очень старается. Даже несмотря на то, что он почти совсем не слышит музыку. Мы любим очень ролики. На роликах любишь кататься? И как бы с этим летом ролики и на свой коньки. Евгения единственная, кто выступает сегодня в паре, причем с обычным партнером. На льду девушка немного разволновалась, но тем не менее тренеры оценили ее успехи. Мне было тяжело сначала некоторые элементы, а потом уже как-то началось само по себе делать некоторые элементы. Евгению и других детей готовят для участия в специальной Олимпиаде. В 2013 году в Сеуле соберутся спортсмены с нарушениями интеллекта. Эти фигуристы совсем недавно встали на коньки, и сегодняшнее соревнование для них – своеобразный экзамен. Сегодняшний результат, который они показали, в принципе, выглядит убедительно и вполне достойно. Плюс опыт, опыт, который нужен в выступлении перед зрителями, опыт перед телекамерами – все это нужно и необходимо. Работать с такими людьми непросто, признаемся тренерам. Кому-то пришлось выучить язык жестов, кому-то пройти специальные курсы. Но самым сложным оказалось помочь детям поверить в свои силы. Во-первых, терпение, во-вторых, знание теории организации адаптивной физической культуры. И желание должно быть огромное-огромное, чтобы дети, выступая, улыбались и знали, что они этот опыт, у них это очень хорошо получается. Впереди у тренеров и детей тяжелая работа. На отборочном соревновании остается около года, а фигуристам еще нужно научиться прыжкам и поддержкам. Евгений Телена, Александр Гусев, Вести Урал.